Это программа новости Сургут-24. Здравствуйте! В студии Александр Маковей. Несколько тем этого выпуска. Из пяти работают пять. Мощности снежных полигонов Сургута достаточно, чтобы принять все осадки, которые выпадут в нынешнем сезоне. За состоянием подъездных путей также внимательно следят. Намерены сдать до конца года. Строительная готовность школы на полторы тысячи мест недалеко от жилого комплекса за ручьем в Сургуте превысила 13%. Ее стоимость 2,5 миллиарда рублей. И в Сургутском районе завершился 24-й всероссийский турнир по тяжелой атлетике, посвященный памяти заслуженного тренера Бориса Шестолюка. Сургутские полигоны готовы принимать снег весной. На сегодняшний день в городе действует пять локаций для хранения и утилизации осадков. Они расположены в разных районах города и имеют общую мощность около 4 миллионов кубометров. По сообщению мэрии, всех полигонов хватит, чтобы удовлетворить потребности муниципалитета. Проблем с вывозом снега в марте и апреле возникнуть не должно. У двух подрядных организаций, которые содержат более 70% территории улично-дорожной сети, они имеют собственные полигоны. Это подрядная организация Дорремтех. Снежный полигон у них расположен по улице Рационализаторов в районе пересечения с улицей Инженерной. Мощность данного полигона 500 тысяч кубометров снега. И подрядная организация Дорстроиндустрия. Снежная площадка расположена по улице Аэрофлотской. Мощность данного полигона составляет около 1 миллиона кубометров снега. Безусловно, полигону необходимо техническое обслуживание. Разравнивают снежные массы, чтобы в будущем площадка смогла вместить в себя как можно больше осадков. Такие работы проводят не только весной, но и зимой. И это, как правило, занимает не больше двух дней. Все полигоны крайне редко останавливаются все разом. Как правило, происходит это из-за резкого и продолжительного потепления. Но намораживают дороги по ночам, когда температура воздуха становится отрицательной. Его нужно вовремя подготавливать, проливку делать. Самое главное, или будет наморожено, полигоны не останавливаются. В этом году мы еще ни разу не стояли. А на крайний случай у нас останавливается горловина. Или мы не сможем подниматься наверх, у нас горловина, мы можем принимать. Строительная готовность школы на полторы тысячи мест, недалеко от жилого комплекса за ручьем, в Сургуте превысила 13%. Ее намерены сдать до конца года. Стоимость объекта около 2,5 миллиардов рублей. Есть ли риски срыва сроков и на какой стадии реализация другого объекта образования в микрорайоне ИнГДУ? Об этом Карина Александян. Во дворах 20 микрорайона работает тяжелая техника. Здесь возводят школу на полторы тысячи мест. В планах у застройщика летом приступить к чистовой отделке. А в конце этого года уже сдать объект. Строительная готовность будущей школы, что расположена между улицами Университетская и 30 лет Победы, на сегодняшний день достигла 13%. Как подчеркивают власти Сургута, сдать объект до конца года – это очень высокая планка. Но исполнитель соглашения объясняет свою уверенность механизмом строительства. Он напоминает сборку конструктора. Поэтому риски минимальные, но они есть. Небольшие риски все-таки есть, потому что чрезвычайно короткий срок для любого застройщика. Это долгожданный объект средней общеобразовательной школы в 20 микрорайоне. И действительно успешно реализуется по механизму консенсионных соглашений. Как уже неоднократно я говорил, наши местные партнеры – это очень важно – всегда выполняют те обязательства, которые на себя берут. Уникальность работ на объекте кроется в деталях, обратил внимание представитель застройщика. Основной этап по закладке фундамента и чаши бассейна уже выполнен. Каркас здания тоже возведен. Осталось его смонтировать. Каждый этап контролируется заказчиком. Это управление капитального строительства. Это будет объект Т-образного исполнения, пятисекционный, с бассейном, с спортзалами. Понимая то, что нам придется строить в зимний период, и, соответственно, чтобы уйти от мокрых процессов, не заливать монолитные ригеля, монолитные участки в отрицательные погодные условия, у нас проектом предусмотрены ригеля заводского исполнения. И сам по себе укладка перекрытий исключает монолитные участки. В Сургуте это уже не первое образовательное учреждение, которое возводится на средства частного инвестора. Стартовый опыт был успешным. В 2022-м открылся третий корпус девятой школы, который по концессии построили на улице Крылова. Определены территории, наиболее нуждающиеся в учебных заведениях. Это 16-й А, 24-й и 39-й микрорайоны. Что по 5-й А касается, там были внесены до конца года. Это позволяло законодательству изменения в существенные условия. Было доведено дополнительное финансирование. Поэтому этот объект имеет место быть построенным. В настоящий момент все, условно говоря, бумажные вопросы, они доведены до конца. Проект полностью готов, прошел экспертизу, прошла проверку достоверности метной стоимости. Поэтому сейчас, в принципе, ничего не останавливает, чтобы застройщик приступил к выполнению строительных работ, что он и сделал. Ожидают власти города расторжение концессионного соглашения по возведению образовательного учреждения в 38-м микрорайоне. Когда это произойдет, можно будет объявлять конкурс по поиску подрядчика. В 34-м микрорайоне ситуация аналогичная. Судебные разбирательства еще не закончились. Но вероятность, что концессионер приступит к строительству, как отметили в мэрии, на данный момент отсутствует. Единственный вариант решения – только поиск нового исполнителя. Сургутян ждут для участия в цифровой викторине достижения Югры. Ее приурочили к году народного сплочения, объявленному губернатором региона Натальей Комаровой. Проверить свои знания могут все жители Ханты-Бансийского автономного округа старше 7 лет. Участников ждут подарки, главными из которых станут квартиры, машины, электронные сертификаты на покупки в маркетплейсах, бытовая техника и многое другое. Чтобы стать соискателем, необходимо зарегистрироваться на сайте, адрес которого вы видите на экране, ответить на несколько вопросов о Югре, заполнить анкету. После на мобильный телефон поступит СМС с кодом, который активирует контролер викторины в период с 15 по 17 марта. Работать волонтеры будут вблизи избирательных участков. Мы поинтересовались у сургутян, интересно ли им проверить знания и поучаствовать в викторине. Я слышала в программе по радио. Я бы хотела поучаствовать, пока не успела, но буду участвовать обязательно. Да, я слышала про викторину. Я в ней еще не поучаствовала, но мне это интересно, узнать историю Югры, какие там вопросы будут, ответы. Я обязательно буду участвовать. Мы уже поучаствовали в викторине. Более 100 километров оптической линии связи проложили в труднодоступных участках региона. В 2023 году в Югре началась реализация федеральной программы устранения цифрового неравенства 2.0, целью которого является покрытие мобильной связью удаленных территорий. 1 марта текущего года компания Ростелеком запустила в тестовом режиме новое оборудование на базовой станции в Сагоме с населением 302 человека. Жители получили возможность подключения к мобильному интернету по технологии LTE 4G. Благодаря усилиям окружных властей и оператора высокоскоростной интернет и голосовую связь получили в деревнях Анеева и Кимкиасу и Березовского района, а также в деревне Каюково и поселке Песчаный Сургутского района. Второй этап проекта по устранению цифрового неравенства организует мобильную связь в населенных пунктах от 100 до 500 человек. Второй этап федерального проекта устранения цифрового неравенства предусматривает организацию сетей мобильной связи и интернет в малых поселках, селах и деревнях численности населения от 100 до 500 человек. Жители Согома проголосовали за появление мобильного 4G интернета на портале госуслуг. В Сургуте прошел второй этап городской спартакиады до призывной молодежи «Резерв». В ней поучаствовали больше 20 команд из муниципальных образовательных учреждений, патриотических клубов и военно-спортивных организаций. В рамках второго этапа юным атлетам необходимо было продемонстрировать свои навыки в общей физической подготовке. Ребятам предстояло синхронно пройти 10 испытаний. К примеру, качать пресс за бревном, пробежать как можно больше кругов с промышленной цепью, а также снарядить магазин автомата, стоя в планке. Участники должны во время, так сказать, интервальной тренировки показать свои возможности в таких этапах, как бег с цепью, где учитывается количество выполненных кругов, дальше они переходят на скамейку, прыжки через скамейку, где также считается только количество одновременных перепрыгиваний участников. Передача сумки в виссе, где вы уже наблюдали, также этапы снаряжения магазина, это из специальной подготовки начальной военной. Кроме того, для ребят также провели теоретический этап, где они ответили на вопросы, связанные с военным делом. Результаты интеллектуального теста участники узнают только в финале. Отмечу, что городская спартакиада «Резерв» проводится ежегодно. Основная цель – повышение патриотизма и заинтересованности в занятиях физической культуры среди молодежи. Как отмечают организаторы, особенно полезны данные испытания будущим призывникам, ведь именно они формируют резерв российской армии. По итогам проведенного этапа «Общая физическая подготовка» победу одержала команда спортивно-патриотического центра «Витязь». Второе место заняла команда политехнического колледжа. Бронзовым призером стала команда Сургутской технологической школы «Ратник». Спартакиаде у нас принимают школьники, студенты среднеспециальных учебных заведений, старший возраст, участники от 14 до 17 лет. Спартакиада у нас ежегодная, традиционная, мы ее каждый год проводим, много этапов будет, она будет идти до апреля месяца, и в апреле месяце уже подведем окончательные итоги по всем этапам. Кинематографисты из Югры и всего Уральского федерального округа стали призерами всероссийского конкурса «Артмастерс регионы». Команда с короткометражным фильмом «Хозяйка горы» заняла второе место, обогнав крупных столичных конкурентов и уступив только коллективу с Дальнего Востока. Теперь команду от получения гранта на создание полномасштабного кино отделяет только презентация своей картины на Тавриде. Там все финалисты киночемпионата смогут претендовать на поддержку, максимальная сумма которой – 100 миллионов рублей. По планам команды «Урфо», как рассказал продюсер фильма и сотрудник холдинга «Омедиа» Богдан Новиков, в основу полнометражной картины ляжет сюжет презентованной ленты. Напомним, в центре повествования юная девушка, которая отправляется к хозяйке горы, чтобы попросить помощи для своей тяжелобольной мамы. Это поучительная и трогательная история про взаимовыручку, доброту и веру в чудо даже в самых непростых ситуациях. Для полнометражной картины в сюжет добавят еще несколько линий повествования и героев. Я думаю, что это достойно, когда регион побеждает столицу, назовем это так, и занимает второе место, и самое главное, что мы попали в этот акселерат до 100 миллионов рублей. Я считаю, что это большая победа для региона, округа. С вероятностью в 90% вся тройка получит возможность получить денежное вознаграждение на съемку полного метра. Это будет разыгрываться в Меганоме на Тавриде, скорее всего в Крыму. Поедем и непосредственно будем принимать участие там. В Сургутском районе завершился 24-й всероссийский турнир по тяжелой атлетике, посвященный памяти заслуженного тренера Бориса Шестолюка. Именно он основал Сургутскую школу силовых видов спорта, а в 1996 и 1997 годах, благодаря его работе, в Сургуте состоялись чемпионат и Кубок России по тяжелой атлетике. Талантливый наставник погиб в ДТП в 1999-м. 24 года назад в Солнечном прошел первый турнир его памяти. Нынешние состязания длились пять дней. Участие в них приняли более 300 спортсменов из 15 субъектов страны. В России тяжелая атлетика набирает обороты. Тяжелая атлетика в следующем году уже будет 140 лет со дня ее основания. Тяжелая атлетика развивается в 76 регионах России. Это такое большое представительство в спорте. На нашем турнире приезжала поддерживать уважение на Алла, олимпийско-чемпионка. Она принимала участие в судействе, награждение участников, открытие соревнований. Также на соревнованиях принимают участие чемпионы, призеры Европы и мира. Среди участников турнира были многократные чемпионы России, Европы и мира. Как рассказывают сами спортсмены, югорчане задали свою атмосферу победы. Только в третий день состязаний тяжелоатлиты из Хантамансийского автономного округа взяли по два вторых и третьих места. Итоги общего зачета еще подводят. Напомню, что соревнования являются отборочным этапом к чемпионату Уральского федерального округа по тяжелой атлетике. Победители и призеры нынешнего турнира составят костяк сборной Югры, который поборется за поездку на всероссийские состязания. Я занимаюсь с 10 лет, это получается 2012 год. Вот по всей день я занимаюсь. В 2019 году был призером России по юношам и в 2020 году был призером России по юниорам уже, то есть старшей категории. А так, не раз призер всероссийского турнира. Санспорт очень замечательный в этом виде, то что можно принести сравнение возраста детей и развивать координацию, физические какие-то качества. То есть это все здорово, то есть это помогает в дальнейшем по судьбной жизни, то есть это очень здорово, с хорошим спортом. Не устояли против гранда российского и европейского волейбола. «Газпром-Югра» в предпоследнем домашнем матче предварительного этапа Отечественной Суперлиги на своей площадке принимал многократного чемпиона страны «Казанский Зенит». Команда, лидером которой уже много лет является олимпийский чемпион Максим Михайлов, ожидаемо вызвала ажиотаж. На трибунах премьер-арены с трудом можно было найти свободные места. Однако борьбы по большому счету не получилось. Фаворит увез из Сургута три очка. О подробностях встречи и шансах югорчан на выход в плей-офф расскажет Дмитрий Круковец. Матчи с Сургутян против многократного чемпиона России, одного из самых титулованных клубов страны «Казанского Зенита», нередко проходят в упорной борьбе, но чаще всего побеждают фавориты. В первом круге сургутяне смогли и оказать достойное сопротивление, хотя и уступили тогда в трех партиях, но каждая из них завершилась в равных концовках. Я помню тот матч, мы готовились к финалу Кубка России и больше рассматривали первую игру как подготовку к финалу. А сегодня мы хорошо сыграли во всех элементах, самое главное не допустили расслабленности в своих действиях. За исключением может быть небольшой в третьей партии, а так полностью держали концентрацию и во всех элементах выглядели уверенно. Казанский «Зенит» открыл для сургутян серию матчей с топ-клубами. И пришлась она аккурат на концовку регулярного чемпионата. Турнирное положение давит, притом обязаны побеждать и казанцы. Они еще не гарантировали себе победу в первой стадии Суперлиги. Наш обычный разбор, в принципе, он не отличается в зависимости от команды, кто стоит напротив. Поэтому всех разбирали. С сургутом это немножко тяжелее, потому что у вас 25 игроков выходят, могут выйти на площадку. Поэтому смотрели всех. В стартовом составе гостей не оказалось Артема Вольвича и Майки Кристенсена. На запасе остались Алексей Кононов и Андрей Сурмачевский. Дирижировал атаками казанцев экс-связующий «Газпром-югры» Евгений Рукавишников. А наиболее опасной опцией в атаке был олимпийский чемпион Максим Михайлов. В первых двух партиях «Зенит» доминировал целиком и полностью. В 15-25 и в 17-25 соответственно. Слишком много уважения сегодня было. Казани мы сделали. Вот так выходить нельзя. Понятно, что там играют хорошие игроки, но самим надо было начинать. То есть выигрывают не фамилии, а выигрывают люди. И мы вышли с задачей, наверное, в головах. Сыграть хорошо. В волейболе нищих не бывает. К сожалению, нет радости. И надо выходить на победу. Не важно, кто там стоит. Но, к сожалению, две первые партии. Мы смотрели, как играет Казань. Никаких усилий не прилагали. В третьем сете рисунок немного изменился. Тренерскому штабу сургутян удалось достучаться до своих игроков. Сработали и замены. Волейболисты «Газпром-югры» смогли заставить казанцев ошибаться. Однако количество собственного брака все же превалировало. В середине сета «Зенит» вышел вперед на 4 очка и своего уже не отдал. 20-25. Немножечко фокус внимания ушел. Может быть, устали. Может быть, первые две партии хорошо давили и чувствовали, что получается все сегодня. Но как только это чувство приходит, сразу начинаются проблемы. Опять было 5 доигровок. И когда мы не можем допаснуть эти доигровки, это, наверное, самое простое, что может быть. Говорит то ли о расслаблении, то ли об усталости, то ли вот еще о чем-то. Выбили с приема. Казань сегодня хорошо подавал. Они всегда хорошо подают. У них летела подача в нашем сзади. Тяжело играть на высоком ниче с таким высоким блоком. Поэтому пробовали, меняли. Пытались варианты какие-то найти. К сожалению, не получилось. Газпром Югра уступил «Зениту», которому теперь для победы на предварительном этапе достаточно обыграть кого-то одного из трех ближайших соперников. Это клубы из нижней части турнирной таблицы, лишившиеся шансов на плей-офф Нижневартовский «Самотлор» и Оренбургский «Нефтяник», а также Самарская «Нова», которая, вероятно, пройдет во второй этап чемпионата страны. Я думаю, что неплохо справились сегодня. Особенно первые две партии очень хорошее качество было. В Сургуте сколько раз я не приезжал, легко мы отсюда никогда не уезжали. Все время команда цепляется, все время борется. Сегодня, наверное, один из самых простых матчей в моей истории. Так что, наверное, надо быть довольным. Газпром Югра находится в зоне плей-офф и имеет преимущество над главным своим преследователем – Уралом. До прошлого тура оно было солиднее, но уфимцы обыграли одного из фаворитов – «Новосибирский локомотив». И теперь задача югорчан сложнее – добыть самим минимум победу в одном из трех матчей против московского «Динамо», того же «Лока» или питерского «Зенита», либо надеяться, что для Урала минувший успех был последним. Дмитрий Круковец, Никита Бабенко, Сургут-24. По прогнозам метеорологов, сургутян может ожидать теплая весна. Эксперты прогнозируют, что в марте ожидается относительное потепление на севере страны. Кроме того, ближайшие недели этого года будут более влажными, чем в 2023-м. Общее количество осадков приблизится к среднему уровню за многие годы по всей стране. Ожидается также увеличение уровней воды в реках и обильные дожди в нескольких регионах, включая Центральный, Южный и Федеральный округа и Средний Урал, Западно-Сибирскую равнину, а также Чукотку, Сахалин и Юг Приморья. Апрель прогнозируют, будет аномально теплым по отношению к прошлому году для всего Сибирского федерального округа и для Чукотки. А также в мае синоптики предсказывают более высокое количество осадков почти на всей территории страны, чем годом ранее. Сургутяне, к слову, рассказали о медиа, что ждут теплую весну, но зимние куртки все же убирать далеко не будут. Жду, конечно, а кто и не ждет эту весну? Как думаете, какая весна будет в этом году? Я думаю, что весна будет, наверное, ранее. То есть тепло будет? Да, я думаю, в апреле уже будет хорошо. Но вы ее вряд ли мы увидите в ближайшее время. Как же ее в прошлом году? Так же прохладно будет. Конечно, ждем. Какая будет весна у нас в этом году? Теплая, ранняя. На этом выпуск новостей завершен. Спасибо, что были с нами. Впереди еще блок коммерческой информации и прогноз погоды. Больше новостей читайте и смотрите на нашем сайте indefisnews.ru. Увидимся на наших каналах. Прямой рейс со знаменитой международной сети Том Ямбар из Таиланда прибывает в Сургут. Дорогие гости, вас ожидают более 10 видов знаменитых супов и, конечно, хиты тайской, японской, вьетнамской и даже индийской кухни. Для самых маленьких гостей большое ресторанное игровое пространство Том Ямбар. Приходите в Центр Акватория для мощного и эффективного омоложения без операций на знаменитом аппарате Morpheus 8. Инновационная технология безоперационного лифтинга лица и тела против дряблости кожи, опущения век и нижней трети лица, признаков старения и не только. Запишитесь на консультацию прямо сейчас по телефону 59-35-35, Акватория, улица Магистральная, 36. Там, где есть комнатные цветы, царят уют и гармония. Там, где есть комнатные цветы, есть стиль и индивидуальность. Выберите свои комнатные цветы в магазине «Цветы мира». Популярные и редкие растения в горшках, прекрасный выбор кашпо, а также дополнительных аксессуаров для создания особой атмосферы дома или в офисе. «Цветы мира». Семь важных плюсов «Телеплюс». Высокоскоростной интернет, цифровое HD-телевидение, умные интернет-домофоны и смарт-чётчики, охранное видеонаблюдение и система «Безопасный двор». Элементы умного дома. «Телеплюс». Для любимых абонентов. Включено всё. «Я хочу, чтобы дети были здоровы. Я хочу, чтобы дети были здоровы. Я хочу, чтобы дети были здоровы». Наверное, если повторять эту фразу чаще, желание однажды сбудется. Но есть способ надёжней. Зайдите на сайт tnfond.ru и переведите любую сумму детям, которым нужна помощь. Подробности по телефону в Сургуте 51 11 80. Спасибо вам. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова